Да, рад победе, рад всех поздравить. Хочу с победой. И город, и клуб, и всех нас поздравили. Да, немножко были сложности определенного ввиду удаления, но, скажем так, в рамках структуры организации игры атаки и обороны, я рад, я доволен, и спасибо ребятам. Спасибо, пожалуйста. Почему вам не было заявок? Приболел, Дима. Приболел? Приболел, решили не рисковать, хотя, в общем-то, и понимали, что, вероятно, можно его использовать, но решили ползать этим. Иван Секеевич, говорю сегодня. После удаления игрока были ли опасения, что игра пойдет другим сценарием, нежели вы рассчитывали изначально? Ну, вполне, я думаю, что не то, что я рассчитывал, я понимал, что это, и мы понимали все, что это может быть такое, может быть. Но вопрос, соперник задает тон, соперник задает импульс, соперничество команд задает тон и импульс. Для нас это ничего не поменяло, я говорил уже сейчас, ранее телевизор, и так же и тут скажу, что это не хоккей, где разность одного, один игрок решает многое. Это футбол, и тут можно это скомпенсировать, можно скомпенсировать структуру выдвижения, можно скомпенсировать структуру организации игры. Мы скомпенсировали, и я рад, что мы эффективно это сделали, и более того, мы еще что-то перемножили, перерываем и противоварили. Ни в коем случае не говорим о сохранении счета, говорим сугубо о преумножении счета, и ни в коем случае мы не должны садиться и давать сопернику инициативу выдвигаться, атаковать и пытаться преумножить счет. По личным моим ощущениям, после удаления, как раз такие команды, заиграл еще более свободный. Это была именно ваша установка, или все-таки технологические ребята сами прощупывали почву и понимали, что они могут где-то отступать, скажем так, опять же, от первоначальных заготовок на игру? Если бы кто-то отступил от первоначальной заготовки на игру, то этот футболист бы не находился на площадке, это первое. Потому что есть требования, требования надо выполнять, потому что требования для того, чтобы мы побеждали. А второе, я не до конца понимаю, что значит свободный, ну, свободный себя чувствую. Я говорю о том, что команда вообще не почувствовала отсутствие игрока. Так я же про это и сказал, потому что вопрос, это не хоккей, где минус один и кого-то не хватает, а то футбол. И мы попытались организовать ту структуру, и они организовали, ребята, им огромное спасибо, чтобы это было незаметно, то, что у нас минус один и кого-то. Попытаться выдвигаться, попытаться встречаться, и более того, молодцы опорные, что они быстро отреагировали. Молодец Саша Васильев, который быстро отреагировал и переместился в другую позицию, эффективно сработал. Ну, в целом, все команды. И мы пытались именно структурировать и организовывать игру так, чтобы влияние удаления не было таким очевидным, понимаете. И свободно, но не сложно сказать, насколько я не свободно. В первом тайме мы владели мячом, соперник низкой силы дал нам мяч, дал возможность организовать. В втором тайме мы, скажем так, ввиду, опять же, это уже удаление, где-то соперник больше владел, опять же, нижняя линия защитники. Они владели мячом, и мы пытались определенную структуру использовать. То есть появилось пространство, которое мы реализовывали, которое мы вбегали, которое мы дальше использовали. А как свободнее, ну, не сложно сказать, как свободнее. Хочется верить, потому что ты ответил на наш вопрос. Главное тренде, видите ли мы проблемы с защитниками, все-таки, хотя мы сгуляли до ноль, вот, но иногда такие моменты, что, знаете, просто это и в Мозере было, и здесь, вот, особенно в начале-то важное. Ну, в начале, люди пытались искать, они пытались организовать, и, конечно, там тоже Левицкого ошибка, ошибка, это часть игры, она имеет место быть всегда, вопрос ошибки в футболе, но на той команде, чтобы где-то исправлять коллективные, индивидуальные ошибки. Ну, Зайц удалился, я скажу именно, он удалился, самостоятельно принял решение удалиться, ну, и команда коллективная исправляла ошибку, вот, уже Зайца, Левицкого, Побуде, и так можно каждого перечислить, каждой школы. Что-то самое неплохое, если по-большому взять, все-таки? Если по-большому, конечно, это организация игры, мы должны улучшать организацию игры, мы 10 мячей пропустили, с 10 мячей мы пропустили 6 со стандартов, и это пенальцы, это штрафные, это уловые, это прямые штрафные, и остальные 4 мяча, это угол с тем же Динамо Минским, который был необязательным, и, да, вопрос давления, но все равно, это, хотелось бы, чтобы таких вопросов не было, и право, не организация игры, в том числе. Спасибо. И последний вопрос, Лавинский еще, ну, победы такого рода, крупные победы, значит, что окрыляют, и всегда дают настроение команде, как вообще планируете удержать это настроение, учитывая еще и ваузу, и... Да мы не пытаемся удержать настроение, мы пытаемся развиваться, и вопрос дальше, следующая игра, и следующая игра энергетики, это очень сильная команда, это хорошая команда, это динамичная команда, команда, которая хорошо функционально готова, и... У нас есть задача идти от игры к игре, а по осени дальше будем смотреть, конечно, такого рода моменты возникают, и я не исключаю того, что с удалением Зайца как раз-таки такая ситуация была, да, идет игра, ты раз вклинется, два вклинется, ты ведешь игру, ты организовываешь игру, и где-то молодой футболист тебе позволяет то, что я сейчас буду, как Франц Беккенбаум, начинать любой атаку. И, конечно, вот такая ситуация произошла с удалением, вот мяча в артаре, простая ситуация, мы получаем удаление, и это имеет место быть, но на то и тренировочный процесс, на то и работа, и на то наша внутренняя задача, задача побеждать в каждом матче, приступать в каждом матче, соответственно, она может быть в этой ситуации, но хочется верить, что и не будет. Спасибо, спасибо.